не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем все это не что добрый день приятно снова быть с вами я приветствую вас от всего сердца все хорошо все разворачивается так как надо нет никаких ошибок вы находитесь в хороших руках многие люди спрашивают меня роберт какой на самом деле самый быстрый способ для успокоения ума ибо многие из вас уже понимают что когда он успокоен освобождение происходит само собой на самом деле вы не должны ничего больше делать чтобы стать освобожденными когда мысли останавливается тогда все сама позаботиться о себе тогда вы находитесь в естественном состоянии поэтому что же вы должны сделать чтобы успокоить ум должны ли вы практиковать самоисследование должны ли вы стать свидетелем наблюдателем должны ли вы практиковать пранаям дыхательные упражнения должны ли вы практиковать медитацию я есть все эти вещи хороши но мы идем легким и прямым путем вот самый простой способ сделать это если бы вы всем своим сердцем поняли что все это ничто что все это ничто то ваш ум стал бы спокоен вы бы стали совершенно спокойны вдумайтесь в то что я только что сказал если бы вы только поняли всем сердцем что все это ничто то немало бы никаких мыслей это очень глубоко это действительно все что вы должны сделать поймите своим сердцем не своим умом но своим сердцем что все на что вы смотрите все что вы видите это на самом деле не что тогда не будет никаких мыслей вы станете свободны позвольте мне объяснить вот вы видите дерево каков его источник семя каков источник семени что было первым дерево дерево или семя откуда появилось первое семя откуда появилось первое дерево вот перед вами гора каков источник горы вот перед вами мир каков источник мира вселенной планеты вы можете сказать источник это бог каков источник бога является ли бог чем-то вы должны спросить себя вы должны выпрошать внутри себя каков источник всех этих вещей и вы поймете что является источником всего все происходит из ничего это иллюстрирует короткая история которую я рассказывал уже много раз однажды учитель объяснял группе учеников что все происходит из ничего но один из учеников никак не мог понять этого и все время переспрашивал учитель как может все происходить из ничего не может такого быть ничто не производит ничего однако вы говорите будто все происходит из ничего пожалуйста объяснить это но как учитель не пытался объяснить ему ученик никак не мог этого понять наконец учитель сказал ученику видишь вон ту смоковницу за окном пойди и принеси мне плод инжира ученик повиновался а теперь разломи плод и расскажи мне что ты видишь ученик разломил плод и увидел крошечные семена я вижу крошечные семена мастер тогда учитель велел принести ему семя ученик повиновался и принес семя учитель дал ему лезвие и приказал разрезать семя это оказалось совсем непросто но ученик старался и наконец сумел разрезать семя семя инжира было полом поэтому учитель спросил что ты видишь и ученик ответил ничего мастер и тогда учитель сказал ему но вот это самое ничего которое ты там видишь произвело семя и произвело смоковницу точно так же мир вселенная все вещи которые ты видишь на этой земле были произведены из абсолютного нуля из ничего когда мы в своем сердце приходите к этому выводу тогда что-то происходит немедленно вся ваша карма все ваши самскары все ваши заблуждения полностью уничтожаются и вы становитесь свободны вы видите как это легко все эти годы вы искали методы учителей всякие вещи за которые могли бы держаться на которые вы могли бы полагаться хотя на самом деле все что вам нужно сделать это понять всем своим сердцем что все сущее происходит из ничего если вы возьмете цветок и начнете его разлагать то вы получите молекулы затем атомы затем энергию а затем вы получите ничто чтобы вы не разлагали на каком-то уровне расщепление все превращается в никакую вещь в ничто поэтому бог не что вы не что здесь есть только ничто почему бы вам не принять это и не стать свободными разве ничто это не всего лишь еще одна концепция конечно не что это еще одна концепция она противоположна концепции все конечно и куда же мы попадаем говоря что все это не что когда вы начинаете принимать что все это не что то все внутри вас начинает растворяться все вещи за которые вы держались все эти годы все учения все догмы и понятия все это начинает растворяться растворяться и в результате растворяется в ничто вот почему я говорю чтобы вы не думали об этом своим умом его ум обманет вас и как вы только что правильно сказали появится еще одно понятие но если вы думаете своим сердцем а сердцем вы разумеется не думаете если только у вас сердце есть понимание истины что все это не что тогда вдруг что-то случится сердце откроется сердце это я есть абсолютная реальность чистое осознавание и вы обнаружите что вы стали ничем став ничем вы стали всем когда вы ничто тогда ваша суть есть во всем вы будете смеяться вы будете счастливы ничто не будет вас беспокоить вы будете пребывать в бесконечном покое это так просто так просто тем не менее многие из вас хотят проанализировать это вы слишком много думаете об этом вы хотите попробовать это понять именно это не дает вам пережить освобождение когда вы пытаетесь понять то что я говорю вы просто используете ваши концепции ваши догмы ваши знания полученные в течение этих лет а также в течение ваших предыдущих воплощений весь этот хлам которые находятся внутри вас и вы пытаетесь использовать этот так называемый интеллект чтобы понять что такое ничто его никак не можете сделать это этого никогда не произойдет вы конечно и поэтому вы не способны понять что такое ничто поэтому вы сейчас не можете понять насколько глупо пытаться использовать свой человеческий интеллект свое человеческое понимание чтобы понять не что именно это удерживает вас от реализации сам этот объект вдумайтесь в это ваш человеческий ум должен быть убран с пути ваши человеческие понятия должны быть растворены все что вы чувствовали о что верили что переживали до этого момента должно быть полностью превзойдено ничто никогда не смеяется вам пока не станете никем но вы хотите быть кем-то кто-то никогда не будет ничем вы должны быть никем чтобы быть ничем смех ничто трудно приобрести смех посмотрите на некоторых из вас вы думаете что вы кто-то изнутри вы наполнены гордостью которая заставляет вас думать будто вы кто-то помните шутку на эту тему которую я когда-то уже рассказывал было большой еврейский религиозный праздник и раввин готовился к емкий пур он был в синагоге и смотрел на тору на священный свиток торы от этого он очень вдохновился и начал бить себя в груди говоря при этом я ничто я ничто я ничто тут же в синагоге сидел кантор человек который нараспев читает торм увидев что делает раввин он тоже подошел к свитку это уже начал бить себя в грудь приговаривая я не что я ничто я ничто здесь же был и уборщик который подметал пол синагоги увидев кандера и раввина бивших себя в грудь он подошел к свитку торы и тоже начал бить себя в груди говоря я не что я не что я не что раввин посмотрел на него обернулся кандеру и сказал посмотрите кто думает что он не что смех и это похоже на нас исключительно и не что мы считаем будто мы что-то даже когда говорим что мы не что мы думаем будто мы что-то поймите себя посмотрите откуда вы действительно пришли подумайте во всех книгах которые вы прочли обо всех учителях которых вы посетили обо всех тех разговорах которые потребовались для объяснений я напоминаю вам снова снова и снова пока вы увлечены всякого рода умствованиями и вещами которые приходят из человеческого ума вы никогда не сможете быть ничем а если вы никогда не сможете быть самореализованным хотя самореализация это ваша природа и вы уже то но облака невежество укрыли вас и заставили вас поверить будто вы это что-то куда привели вас годы проведенные в изучении писаний и запоминания отрывков из них это только прибавило вам чепухи от которой вы должны избавиться я снова и снова говорю вам это учение представляет собой процесс опустошения они процесс накопления не думайте что для того чтобы освободиться вы должны знать что-то особенно на самом деле вас освобождает то чего вы не знаете знание удерживает вас состояние человеческого существа большое знание делает вас говорящей энциклопедией вы находите себя и можете использовать этот простой метод которым я сейчас делюсь с вами только тогда когда вы начинаете опустошение себя просто прямо сейчас поймите что все это не что поймите это сердцем разве вы не видите что происходит это так просто когда вы понимаете что все это не что тогда не о чем думать но тогда нет ни ничего не всего конечно но забудьте об этом просто следуйте тому что я говорю все это не что тут не о чем думать тут нечего сказать если вашем сердце все это действительно не что то можете ли вы что-то сказать нет конечно нет что можете сказать на это нет ответов нет вопросом если вы делаете это правильно то вы не можете ничего сказать если вы делаете это в своем уме том поднимется самыми разными вопросами самыми разными замечаниями самыми разными учениями ум полон учений замечаний вопросов на если бы вы только могли стать простыми как маленький ребенок и просто задуматься все это не что все что я наблюдаю все мысли которым я верю все чувства которые у меня были все что я вижу все чего я касаюсь все что я пробую на вкус все что я обоняю все что я слышу это ничто и неожиданного шум станет тихим я знаю что с некоторыми из вас это происходит прямо сейчас больше нечем думать нет никого кто бы знал правильно или неправильно вы делайте это потому что все это ничто нет ни прошлого не будущего нет ни хорошего ни плохого все это абсолютное ничто еще раз не пытайтесь своим интеллектуальным умом обдумывать что такое ничто ибо это портит его мы так привыкли использовать свою что все что вы слышите анализируется и оценивается после чего ваш ум говорит вам что вы должны делать и чего вы не должны делать поэтому важно чтобы вы осознали это в вашем сердце ибо ваше сердце это абсолютная реальность ваше сердце нирвана сознание санчи то надо и это ваше сердце именно там вы должны понять это вы станете покоем полным спокойствием вы будете переживать покой который выше всякого понимания почувствуйте это сейчас обдумайте все не имея ничего в своем сердце если вы делаете это правильно то невозможно иметь хоть какие-то мысли а там где нет мыслей там есть реальность у вас есть либо одно либо другое вы либо в течение всего дня постоянно думаете о том и об этом о людях о местах о вещах его шум болтает весь день напаралет либо вы не думаете и конечно если вы вообще не думаете то вы освобождаетесь скажите себе я понимаю что все все за исключением не что это не что возможно теперь некоторые из вас смогут понять почему я не провожу мастер-классов и семинар что тут сказать все это не что о что что я могу сделать за три или четыре дня семинара ваших головах осталось так много всего от всех тех семинаров которые вы посетили от всех тех книг которые вы прочитали от всех тех занятий на которые выходили что вам так трудно понять сердцем что все это не что я полагаю что вы слышите эти вещи от многих учителей но они продолжают учить 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 учите учить они передают самые разнообразные и полезные знания они говорят правильные слова но они засоряют ваш мозг просто всегда помните что все абсолютно и ничего и вы станете свободны может быть вы хотите задать какие-либо вопросы связанные с этим прежде чем мы начнем играть в поставь гуру в тупик роберт у меня есть вопрос по поводу формулировки все это ничто которое вы используете она чем-то по сути отличается от формулировки нет никаких объектов вы можете говорить так как вам нравится если нет никаких объектов как-то помогает вам то это хорошо помогает ли вам это видеть что все это ничто я ничего не могу сказать про все это ничего но нет никаких объектов по крайней мере более понятно для вас для меня тогда вне всякого сомнения используйте это но они из одной и той же серии да но не запутайтесь слишком большом количестве слов сколько слов в нет никаких объектов смех я могу использовать три слова до три слова вы можете использовать а все остальные слова я дам вам спасибо роберт так это получается то же самое о чем мы говорили в начале ни одна вещь не существует это если вам кажется что для вас это означает то же самое то вы можете сказать ни одна вещь не существует помните только что нужно чтобы все это было очень простым не ввязывайтесь сложные дебаты и рассуждения чем проще вы сделаете это тем лучше будет для вас просто говорите все есть ничто и это совершенно или то же самое все мая и люди можете говорить это я только что так и сделал скажите это снова все это иллюзия это мая хорошо но на самом деле я каким-то образом чувствую что когда вы говорите все это ничто это прямо в точку это еще один способ сказать мая так и есть если вам это хоть как-то помогает используйте это делайте это делайте это вы делайте это у вас есть это я отдал его вам вы можете сказать это наоборот ничто это все вы можете сказать не что это все но когда вы говорите это вы начинаете думаете думать обо всем и мы возвращаемся туда откуда начали слова сама по себе ничего не значит ученики смеются тот игра слов слова сама по себе не значит не что если вы думаете о слове не что то это всего лишь просто слово ничто не существует не что почему вы хотите изменить эти слова все нереально каждый получает свое конечно то что вы говорите тоже правильно все нереально все это мая на слово ничто само по себе имеет удивительное качество ибо когда вы думаете о ничто вы отказываетесь от всего больше нечего добавлять она поглощает все да полностью а потом мы остаемся ни с чем но он пытается из этого что-то сделать именно это вам нужно предотвратить не дать уму делать это не боитесь с умом оставьте его в покое но работайте над этим передайте сюда волшебную коробку коробку с вопросами вопрос можете ли вы описать эффективную молитву кому человек молится участвует ли здесь концепция практике и штамм кто такой рама кришна парамаханса рама кришна парамаханса это ваши истинные я вы есть то рама кришна парамаханса это истинная я всей вселенной если вы имеете ввиду человека рама кришну то человека рама кришны никогда не существовало рама кришна вселенная абсолютная реальность чистое осознавание существующие сейчас и всегда таким образом рама кришна парамаханса это ваше истинное я можете ли вы описать эффективную молитву молитва эффективно когда вы понимаете что не существует ничего кроме истинного я молитва эффективно когда вы понимаете что я мысль является причиной всего что я вижу слышу чувствую осязаю и ощущаю поэтому самоисследование вопрошение кто я это эффективная молитва кому человек молится вы молитесь вашему истинному я кому же еще кому вы можете молиться рама кришна парамаханса это истинное я так что если вы молитесь рамане махарши рама кришне парамахансе или иисусу если вы чувствуете что молитесь истинному я то ваша молитва правильно другими словами не молитесь разрыв ленте себе как божеству и это и есть молитва на самом деле это работает так когда вы начинаете молиться вашему истинному я то вы начинаете смеяться потому что ваше истинное я уже просветленное истинное я уже пробуждена так кому же вы молитесь участвует ли здесь концепция практики и штамм я не знаю что такое и штамм в любом случае бросьте его смех вопрос если вы было десять других дня не было ли у них то что кажется личностью и не различались ли до какой-то степени их подходы к учению или подходы к обычному свободному мышлению роберт повторяет вопрос если вы десять тех кто не является аджняни разве не было бы у них того что кажется личностью конечно если вы личностью конечно если вы личность не означает невежество противоположность мудрости так что если бы было десять аджняни то было бы невежество но если бы они не были аджняни то откуда бы тогда взялась личность личность присущи только аджняни личность это то же самое что я мысль уж не они нет личности и я не понимаю почему вы выбрали именно число десять в той же степени они придают особое значение различным учением и заставляют нас стать свободными джняни не имеет никакой индивидуальности поэтому джняни учат недвойственности даже если джняни это разные люди то они все равно будут учить недвойственности так или иначе они двойственность всегда одна и та же нет ничего кроме истинного я их способы преподавания могут слегка различаться но само учение всегда будет тем же самым они будут учить что ничего не существует есть только истинное я чистое осознавание абсолютная реальность так что если бы была даже тысяча джняни все они обучали бы недвойственности ибо само слово джняни означает абсолютную мудрость недвойственность у них нет никакой индивидуальности если бы вы были джняни то личность бы ушла она была бы превзойдена это все вопросы да роберт вот и все что же нам теперь делать можно ли сказать что ажняня надевает на джняни индивидуальность да конечно но это не его индивидуальность куда бы ни посмотрела джняни и он всегда и повсюду видят себя самого поэтому вполне естественно если он смотрит на джняни то он увидит свою собственную личность вот почему вам сказано не думать потому что все что вы говорите соответствует вашей точки зрения как можно жить в сознании с большой буквы с они с маленькой буквы с потому что большую часть времени когда я читаю книгу или слушаю вас это небольшое сознание когда вы говорите об ажняни и джняни то отжиняне имеет личность отжиняне нет и мой ум берет вверх и делает что-то из этого когда вы говорите что кроме сознания ничего не существует я знаю что мы не должны строить из этого концепцию вы понимаете что я пытаюсь сказать на этот вопрос нет ответа как можно жить в сознании без ума вашу это ваш враг отнюдь не ваш друг я понимаю это я понимаю таким образом когда уходит ум истинная я берет все на себя ум есть все время даже когда вы сейчас говорите он отвечает вам откуда вы знаете потому что я отвечаю от ума обратите внимание на то что я говорю может быть вы скажете что это выходит за пределы ума но я об этом даже не знаю до тех пор пока вы думаете об этом это будет неправильно вот почему я говорю не думайте о том что я говорю вместо этого откройте свое сердце что такое сердце как вы можете с помощью слов объяснить что такое сердце сердце всепроникающее истинное я которые есть реальность ваша реальность я понимаю то о чем вы говорите но у меня есть ощущение что мое сердце что мой ум берет все на себя и пытается сделать что-то из этого и в то же время он хочет пребывая в сознании выйти за свои собственные пределы да так что вы способны стать тихим и спокойным не спорить самим собой а просто смотреть и наблюдать иногда бывает мгновение когда моем не там где он есть точно таким образом вы становитесь свидетелем этого но свидетельство не это все еще ум не так ли чтобы свидетельствовать вы используете высший ум что такое высший ум высший ум это истинное я как я могу пребывать в истинном я без того чтобы пришел ум ум придет только тогда когда вы позволите ему прийти как я могу остановить это рассматривая его наблюдая его глядя на него свидетельство его я наблюдаю его сейчас и он спорит с вами он пытается ученики смеются с одной стороны он хочет быть побежден а с другой стороны он хочет успокоиться постарайтесь успокоиться постарайтесь отказаться от спора оставьте это в покое медитация это не там где есть ум если просто сидеть тихо и медитировать то разве он все еще не там со всеми своими мыслями медитация хороша для некоторых людей но в окончательной реальности вам не требуется медитация но для некоторых людей это хорошо потому что это делает их ум спокойным сутью медитации является успокоение ума когда вы используете мантру ум успокаивается ум спокоен до тех пор пока мы пользуемся им но как только мы перестаем делать это он тут же приходит конечно вы должны отпустить этот мир и прекратить держаться за него так сильно вы можете это сделать я знаю я знаю я могу чувствовать это это почти как два человека конечно убейте одного ученики смеются убедитесь что вы убиваете того кого надо вы можете убить только того кого надо другой не уничтожим спасибо это очень хорошо то о чем генри только что сказал это то в чем я хочу пребывать в неразрушимой части но кто пребывает в неразрушимой части ум или всепроникающие сознание кто как вы думаете когда я думаю то ум а когда я в покое конечно вы правы все эти ответы находятся у вас видите ли я осознаю это впервые в своей жизни когда я чувствую это порой становится страшно становится страшно потому что вы отпускаете все вам известно вы отпускаете все на что вы опираюсь все эти годы со мной что-то произошло позапрошлой ночью я не знаю что это было я проснулся у меня было что-то вроде ночного кошмара я запись на магнитофонной ленте неразборчиво со стороны это может быть незаметно но я должно быть ударился головой вы видите следы от удара у меня на голове в моей комнате тоже был беспорядок я не знаю я не мог в это поверить но все выглядело так будто кто-то пришел разнес всего дребезги я слышал о ночных кошмарах но со мной такого никогда не случалось смеяться боже это было что-то наверное вы уже ходили во сне нет это было первый раз я впервые пережил что-то подобное знаете это даже интересно это совершенно новый образ жизни я такое чувствовал в первый раз даже если вы ничего не случилось у меня такое чувство покоя какого у меня никогда не бывало раньше вот и придерживайтесь этого и все время приходят мысли приходят сомнения кто-то написал книгу под названием проснись и вой кто-нибудь слышал о ней хорошее название смеяться он говорит что не существует разделение мы живем так чтобы было красиво но я все еще чувствую отдельность вы знаете когда мы ощущаем эту отдельность а затем мы знаем что нет отдельности вы понимаете о чем я говорю пока мы можем ощущать это но тем не менее нет никакого разделения однако мы чувствуем эту отдельность что означает что нет отдельности вы понимаете о чем я говорю если вы можете чувствовать это то это хорошо я вижу себя и я вижу всех этих людей как отдельной личности а как вы видите всех нас связанными как одно я вижу отдельной личности так где же появляется связь если бы я видел всех вас связанными то я был бы в странном месте я не был бы в состоянии функционировать в мире и и в чем же тогда смысл отдельности у вас есть чувство отдельности от нас нет вот что я имел ввиду но я не чувствую что вы все связаны и так где же появляется отдельность книги говорят об отдельности в то время как в мире нет разделения разделение происходит в вашем собственном уме это почти автоматически не так ли конечно о чем больше вы видите это это как я сказал две доброты здесь я лучше заткнулась потому что тут я забреду в такие дебри черт возьми у вас все хорошо на спасибо тут я не спорю как я это делаю обычно у вас все в порядке роберт когда мы говорили об этом прежде я думала что это не имеет никакого смысла потому что мы неслись голубом по европам это действительно не имела никакого смысла конечно получается что это в некотором роде остановка для того чтобы мы могли постараться все это осмыслить это чувство связывает вас потому что мы говорим что все это не что это бессмысленно потому что если все это не что то не может быть всего и не может быть ничего нет даже ничего потому что нет ничего с которым можно было бы сравнить его точно это все бессмысленно именно поэтому ума замедляется и перестает думать да но мы создаем что-то о чем можно было бы думать вы понимаете о чем я говорю ничего нет но мы создаем что-то чтобы двигаться назад и вперед да поэтому я и говорил что это бессмысленно могу ли я рассказать всем историю предназначенную вену ладно давайте вашу историю вы меня слышите или мне воспользоваться микрофоном смех король дело было в индии говорит министру завтра утром выйди на улицу и приведи ко мне первого кого-то увидишь я дам ему свое царство на следующее утро министр выходит и первым кого он видит оказывается нищий он приводит нищего во дворец где его моют дают ему новую одежду и кормят как принца в общем он ни в чем не испытывает нужды но встретившись с королем нищий говорит ему где моя нищенская одежда сейчас самое время идти просить милостыню ученики смеются да но министр был не слишком умен его первое что он должен был сделать это посмотреть утром в зеркало вы поняли смысл как по мне так этот ответ был не к месту это нормально это вы правильно сказали все в порядке если у нас объявление нет роберт пока нет и так помните любите себя молите себе поклоняйтесь себе преклоняйтесь перед собой почему из-за чего вы есть то бог пребывает вас как вы нет это становится слишком просто слишком прямо просто потому что смех мы не можем сделать это проще чем это возможно смех сделайте это мир вам мы все сделали и хорошо сделали смех и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещение о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развития канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране